Друзья, всем привет! Сегодня четверг, 5 апреля, и прямо сейчас в этом кабинете мы заснимем интервью с таким человеком, как Ильдар Автоподбор. Это его кабинет. Пока человек готовится, мы ждем его, и сейчас он ответит на все наши вопросы, и мы узнаем с вами, кто такой Ильдар Автоподбор. Кто у нас будет следующим, вы всегда сможете узнать, подписавшись на инстаграм-канал. Там же вы можете давать советы, кому нам сходить, кому нам напроситься в гости, с кем еще пообщаться. Как вы знаете, я маг монтажа, и наш фирменный жезл, который мы используем в качестве микрофона, нам сегодня не понадобится, но в качестве колоритного кадра мы, конечно же, его оставим. В общем, не будем тянуть ваше время, давайте начинать прямо сейчас. Привет, Ильдар! Здарова! Спасибо, что принял. Атмосфера такая, знаете, уютная. Вот я такие люблю. Когда приходишь в некоторые помещения, все такое шикарное, а здесь, знаешь, чувствуется простота, но самое главное, творческая такая атмосфера присутствует. Ильдар, ну смотри, первый видеоролик твой вышел 9 июня 2013 года. Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сбросить сервис-интервал на автомобилях ВАГ-группы на примере вот такого старенького автомобиля Volkswagen Passat B5 Plus 2002 года. И ты там сидел в Volkswagen, да, и рассказывал о нем, то есть показывал, как там какие-то сделать можно с ним настройки. Ну такой, знаешь, был маленький полезный лайфхак. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла идея взять камеру, начать снимать видеоролики именно для YouTube? Ой, это на самом деле такая сложная штука. Вообще, когда я приехал, я же не москвич, я приехал в Москву, у меня здесь есть брат. Он там троюродный брат, он живет в Москве, он москвич как раз. Вот, и у него есть друзья, куча друзей, и они вообще далеки от автомобильной тематики. И получалось так, что я каждый раз, когда я работал на официальном дилере, и плюс параллельно в мультибренде, и, например, что-то новое узнаю, мне всегда что-то интересовало, ну вот все что угодно, например, какую-то интересную фишку. Я прихожу, например, вечером, на, так сказать, на пати, да, когда они там собираются на квартирнике, я тоже туда прихожу как бы все вместе. Я начинаю рассказывать, я говорю, прикинь, я вот узнал такую-то тему, вот здесь там, например, на Бенплюхе стоит 6 литров, W12 мотор, W, это же как круто, когда у тебя там горшки идут в шахматном порядке, а им как бы вообще не интересно. И они меня прозвали Радио Ильдар, потому что они, такая, знаешь, ситуация за столом, да, сидит куча народу, я сижу рассказываю, а каждый при этом как бы такой сидит и думает, блин, а когда это уже закончится, типа. Никому не интересно. И в один момент мне брат как раз предложил, а может быть тебе заморозить с тем, что начать снимать ролики на Ютуб, и самое интересное, что вот этот вот ролик вообще получился чисто спонтанно. Выложил, и меня удивило, что примерно за полтора месяца там ничего нет, там просто такой ролик, типа, всем привет, сегодня я вам расскажу о том, как сбросить сервис-интервал на Ваговской группе, практически все автомобили в Ваговской группе сбрасываются одинаково. Вот, я этот момент снимаю и выкладываю, и примерно за месяца-два там собирается тысяча просмотров. Я вообще офигел. Ну, для тебя это было много на тот момент. Да, конечно, когда ноль подписчиков. Просто, у меня вообще был зарегистрирован как канал, он зарегистрирован с 2011 года, но это как, я просто на Ютубе зарегистрировался, чтобы можно было комментировать кого-то, причем я с него ни разу никого еще, к этому моменту не откомментировал. И вот этот вот ролик выложил, там, спустя несколько лет. И после этого ты решил продолжить, то есть собрал косарь, и потом, как это было, ролик через полтора месяца, два месяца, второй ролик, такой был шахтан. А, даже не совсем так. На самом деле, после того, как вот сняли этот ролик, появилась идея, а давай-ка попробуем действительно снимать. Многие думают, что это просто легко, да, что ты просто там, ну а что, ты взял там камеру и пошел снимать. На самом деле, я переживал все проблемы, которые есть у любого человека, а именно боязнь камеры, я прям вообще боялся. Когда камера у меня наводили, я становился таким, я говорю, там, здравствуйте. Я пытался разговаривать с этим пластиком веком, там, добрый день, сегодня у нас на обзоре Volkswagen Passat B5+. Это невозможно вообще, то есть я был скованным очень. Попытки, 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 ничего не увенчалось успехом, то есть вообще ничего не получалось, абсолютно. И потом появилась одна девочка знакомая, которая занимается кино, она прям сумасшедшая на эту тему. Она предложила такой формат, как раз, когда появился второй ролик. Я с ней в разговоре наговорил текст, она все это записала на диктофон, потом все это выписала на листочек. И мне же отдала, и говорят, читай по одному предложению. И вот этот вот ролик, первый полноценный ролик записан именно так. То есть было так, что у меня листочек, я так прочитал предложение, запомнил, убрал, поехали. Сказал, взял еще предложение, сказал, и она там постоянно такая, так, здесь чуть-чуть, ну там, помедленнее, там, по темпу и так далее. И вот таким образом, там, за целый день съемки мы сняли ролик, там, коротенький-коротенький. Она его смонтировала. Он также не зашел, потому что там, ну, было мало информации, это скорее был рассказ о том, чем мы занимаемся. Именно автоподбор, что это такое, туда-сюда. В жизни ничего не случайно, на мой взгляд. И вот мы в один момент познакомились с человеком, его зовут Стас. Именно Стас, по-хорошему, это тот человек, который сделал канал Эльдара Автоподбор. То есть не я, и многие говорят, думают, что вот ты там, я нифига. Мы познакомились с ним через другого знакомого, и в один момент в личной беседе я просто рассказывал, что я хочу донести до людей, что вот кругом обман, и я хочу об этом рассказать. И он как бы смотрел, смотрел, говорит, слушай, надо точно пробовать. Но мы столкнулись опять с тем же, когда мы с ним лично, я ему рассказываю, вроде бы интересно, когда он берет камеру, это жесть. У нас был момент, когда мы 4, по-моему, 4-5 часов подряд снимали одно предложение. Там была машина, Skoda Octavia Tour, и я как бы должен был идти и говорить что-то типа. Сегодня у нас в обзоре Skoda Octavia Tour, она производилась там с 97 по 2010 год, там туда-сюда. А еще была проблема, в 2005-м претерпела рестайлинг, слово претерпела, я на нем запарывался постоянно, а надо было сказать, не запинки. И, короче, вот долго пытались, пытались, пытались не получиться, и в один момент мы намечали какую-то трассу, я на ней по ней ехал, и в этот момент рассказывал. Получалось, что все мое внимание на дороге, и у меня уже нет возможности скованным быть. И Стас, он говорит, рассказывай мне, как бы поставил камеру, я рассказывал ему. И вот таким образом мы нашли вот этот вот формат, когда у меня плавно начала сходить на нет боязнь камеры, и когда я начал более-менее, так скажем, об этом во всем рассказывать. Откуда пошли знания по автомобилям? Вот 24-25 лет, где ты работал до этого, возможно, где-то там в сервисе работал, расскажи вот это, вот это очень интересно. Я вообще, многие почему-то думают, что я был раньше перекупщиком, я официально заявляю, я никогда не был перекупщиком. То есть ни разу в жизни я не покупал автомобиль с целью продать дороже. То есть в большинстве случаев я продавал автомобиль в ноль или в минус. Ну, то есть у меня, чтобы накрутить на автомобиле деньги, у меня такого не было ни разу. Все мои знания, все умения, которые я получил, это работа в автосервисе, работа в разных отраслях автосервиса. То есть начинал я обычно, как и все, просто с лесарки, ковырялся, крутил гайки. Где-то с 15-14. То есть школа, и ты начал подрабатывать. Это было так, что в 15 лет, вообще, это был ключевой момент, я поставил первый раз сигнал, сигнализацию. То есть мне было интересно всегда электрика. То есть для меня, ну, у меня не было проблем с физикой. Например, для кого-то законом это удивительно страшная штука, для меня все это просто, то есть логично. И я начинал с электрики. Все, что у меня было, это штатная инструкция от сигнализации и машина, МЭР-123. И я ставил первый сигнал до 3 дня. То есть я разбирал сам, где-то, ну как, что, где работает. Пробедом, пробы ошибут. И вот когда я ее поставил, я вдруг понял, что это легко и просто. Ну, к тому времени магнитолы никогда не составляло поставить проблему. Там подкрылки поставить кому-то, магнитолы, это все не вопрос. То есть, по сути, практически всему учился сам. Но был ключевой момент, когда мне батя очень в то время помог. Он через знакомого договорился в сервисе в Самаре, чтобы меня взяли на стажировку в 15 лет. И там на стажировку, то есть как, это я просто ходил и смотрел, что ребята делают. Я задал вопрос, и мне рассказывали. И вот эта стажировка там 4 дня примерно была. За это время я узнал о том, ну, очень много узнал о том, как устроена автоматическая сигнализация, автоэлектрика и так далее. Когда я вернулся домой, начал устанавливать сигналки на новые машины. У нас появился авторынок, продавались автовазовские тачки. Я на них ставил сигналки. И это было так. У меня одного из первых появился в школе телефон. Все после школы шли там, не знаю, гулять, пить. У нас в городе больше делать нечего. Поэтому школьники и так же бухали. А я в этот момент, мне, например, звонок. Так, у тебя сегодня установка сигналки. Или магнитовый, или еще чего-то. И я после школы ехал на этот авторынок. В 15 лет ты установил сигнал. И вот оттуда у тебя понеслось. И как вообще пришла мысль как раз именно сделать этот автоподбор? Открыть свою компанию, которая будет заниматься подбором автомобилей? О, ну это был очень сложный, долгий путь. Ну, его нельзя описать двумя словами. Получалось как. За все время работы с автомобилями я занимался практически всем. Работал ведущим диагностом на официальном дилере. Одному из крупнейших в Москве. И получалось, что дальше как бы расти уже нефть. Ну, то есть в этой сфере можно было пойти шеф-тренером. То есть главным диагностом. Ну, и все, потолок. И меня вот это сильно напрягало. Я реально ходил, думал, и как? То есть есть знания в области окраски, чип-тюнинга, еще чего-то, чего-то, чего-то. А вот в этом месте я их не реализую. Все друзья моего брата знали, что я человек, любящий автомобили, работающий с ними. Они как бы всегда обращались ко мне с любым вопросом. Что-то сломалось, ну вот Ильдар поможет. Купить машину, поможет. Сколько примерно стоит, оценить, приедет, поможет. То есть, и получалось, любые автомобильные вопросы я для них решал. И в один момент появилась такая мысль. Тогда еще у меня товарища кинули, Влада как раз, он лансер себе купил, убитый его жестко кинули, хлам себе купил. У меня вот на основе вот этих вот сложившихся факторов появилась такая мысль. А почему бы не сделать так, помогать людям купить автомобиль. То есть, проверять автомобиль, чтобы они не покупали себе хлам. Я кинул объявление на Авито, где написал, что вот я такой-то, 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 могу помочь вам купить автомобиль правильно. И как-то пошло. Он такой большой, да, стресс? Да, и получалось, что практически все, кто звонил, в конечном итоге заказывали услугу, потому что досконально, прям детально каждому человеку подходил, объяснял, что ему нужно. То есть, он мне рассказывал, какие у него критерии, требования. Я ему говорил, какой лучше всего автомобиль ему купить. Потом его находил и понеслось. Там рекомендации пошли и так далее. И в один момент я начал понимать уже, что, ну, как бы один не справляюсь. И вот смотри, отсюда интересный вопрос возникает. Вот ты начинаешь открывать сейчас различного рода филиалы. В одном городе, в другом городе, в третьем городе. И люди спрашивают, а как ты, получается, как тебе вообще удается контролировать качество подбора? Одно дело, я пришел к тебе, ты мне нашел машину. Другое дело, я пришел к вывеске Эльдара Автоподбор, условно. Но там Саня, а Саня где-то что-то не досмотрел. Как бы это так сказать, чтобы и не выложить все, и при этом, как бы... Какая коммерческая тайна. Да. В чем суть? Во-первых, мы не продаем франшизу. У нас нет франшизы, никогда ее не было. Это важно. Любой человек, который планирует открыть филиал в своем городе и обращается к нам с желанием открыть филиал у себя в городе, во-первых, он проходит жесткий отбор, во-вторых, он проходит большую и очень длительную стажировку, обучение. В конце есть определенные правила, которым он следует. И шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть у вас, короче, как бы... Все очень жестко. То есть у вас не все так просто, как кажется. Не так то, что ты где-то там кого-то нашел, или тебе позвонили, давай о гаражах, мы будем заниматься, давай-давай. Такого нет. Абсолютно нет. И вот это такая странная штука. Люди, которые смотрят канал, они как бы думают, что все вот так. Что все просто как-то. Они не понимают, что за всем этим стоит огромный труд. Когда люди смотрят ролики, они думают, что там так весело, вот ты там туда съездил, сюда съездил, такая активная жизнь и так далее. На самом деле она очень скучная. У меня жизнь – это работа, дом, работа, дом. У меня больше ничего нет. Открытие филиала – это примерно полгода. То есть от момента, когда человек изъявил желание, говорит, я готов открыть ваш филиал у себя в городе, и до момента, пока мы сняли видос «Всем привет, филиал открыт», примерно полгода. У тебя на канале уже практически миллион. Я думаю, где-нибудь к лету ты эту цифру по-любому отметишь. На сегодняшний день у Ильдара 920 тысяч подписчиков уже на канале собралось. И вот скажи, у тебя что ни ролик, то как минимум 500 тысяч просмотров. Это, соответственно, монетизация. И наверняка тебе постоянно на почту долбятся, говорят, давай-ка мы тебе разместим рекламку. Почему ты постоянно отказываешься от рекламы? Ведь есть нормальные, в принципе, бренды, которые рекламируют все, их показывают по телевизору, по радио. Но ты один из тех, кто вообще даже при этой аудитории, даже проверенного бренда, он не берет никогда на рекламу. Почему так? На самом деле тут такая сложная вещь. Короче, у меня в жизни есть принципы. Они зачастую нелогичны. Их нельзя оправдать или что-то. Вот есть принцип, я ему следую. И один из этих вот принципов, например, не обманывай, не бери денег с продавца, откатов, еще чего-то. То есть всегда максимально честно и так далее. Вот эти принципы, они как бы дают мне то, что я имею. И я их ценю, и поэтому я их не предаю никогда. И один из них был изначально, общаясь даже со Стасом, давным-давно, когда мы запускали канал и снимали эти первые видосы, я тогда ему сказал тоже, я не хочу никакой рекламы. То есть там речь тоже зашла, типа, сейчас вот наберешь там подписчиков и начнешь там рекламировать какую-то там ерунду, там, кошельки, кто-то там что рекламирует. И я говорю, я принципиально не хочу ничего рекламировать. То есть это не мое, это вот такое, что вот, ребят, купите себе телефончик, вот он классный, там, это не мое. Вопрос в чем? Если вещь меня устраивает, да, то я могу сказать, это хорошая вещь, вы можете ее покупать. Мне не надо за это денег, потому что я ее проверил, и я в ней уверен. Если вещь я не опробовал, не протестировал, и просто мне говорят, вот тебе деньги, и вот скажи, что это хорошая вещь, то я даю свое слово. А я свое слово очень сильно берегу. То есть я его даю в тех ситуациях, когда я могу его выполнить. А вот представь себе, вот ты сможешь ролик, где я говорю, какая замечательная штука вот этот вот телефон. Ты его покупаешь, телефон говно. И я понимаю, что телефон говно, но мне как бы заплатили, я должен это сказать. Вот недавно был ролик про движение, про девочку, которая попала на миллион двести. Очень хороший ролик. Вчера, да, буквально вышел, пару дней назад? Да, во вторник он вышел. Там я говорил про движение как раз. Я говорю, ребята, из движения очень классные, действительно, я советую всем к ней вращаться. Они нам очень помогли, и они помогли этой девочке. И там еще в комментариях пишут, вот там молодец, помог. Не я помог. Она просто обратилась ко мне, я обратился к ребятам с этого канала движения, и они помогли, они повлияли на салон. Получилось, как бы я их прорекламировал. Я сказал, вот есть ребята движения, туда-сюда, и у них прибавилось подписчиков и так далее. Но опять, какие вопросы? Они помогли решить проблему девочки. И я считаю, что эта реклама, это можно назвать рекламой, это же реклама. Ну я даже сказал, знаешь, это такая социальная реклама, потому что их каналы на самом деле очень полезны. Даже я их постоянно смотрю и вижу, что многие люди, которые приходят также в слезах, от них уходят, как вот от вас ушла девушка с объятиями, очень довольная. Поэтому это, конечно, полезно. Вот мы все автолюбители, все мы ездим на машинах. Вот расскажи, пожалуйста, ты, на чем сейчас ты передвигаешься, и на что бы ты хотел пересесть, заработав сумму денег. Вот скажи, на что бы ты посмотрел, есть какая-то мечта какую-то машину купить? У меня есть гараж мечты, есть такой проект, и первым автомобилем тогда попавшим был Ford Mustang. Есть еще 4 автомобиля, я обычно не распространялся на тему них, но более-неволей во время обзоров автомобилей этих самых из гаража я называл. То есть есть 2 автомобиля, которые я точно должен за свою жизнь купить. Они не топовые. Вот, кстати, такая вещь, многие люди думают, что я мечтаю о Audi R8, ну, топовый Volkswagen, о каком-нибудь там Lamborghini. Нет, вот честное слово, я вообще никогда об этом не мечтал. Меня никогда не вдохновляло ни R8, ни Lamba, ни какие-то Ferrari, Bugatti, меня вообще не выцепляют. Мне нравятся гражданские автомобили, но сделанные идеально. Вот когда автомобиль сочетает в себе кучу-кучу-кучу классных факторов, и он является бестселлером. И вот как раз один из таких автомобилей, это Lexus AS250, причём во втором кузове, я об этом уже как раз у нас был обзор, я об этом говорил, и второй это Volvo XC70. А есть ещё два, о которых я даже сейчас не скажу. Ну, они есть, просто... Ну, то есть это будет анонсировано, когда ты на твоём канале, то есть ты про это обязательно расскажешь. А сейчас ты ездишь? На Toyota Camry. Toyota Camry. Какого она у тебя у тебя? 2002-го. И сколько пробег сейчас на ней уже? Уже 520. Были проблемы по машине с коробкой, с двигателем? Нет, коробкой, двигателем вообще проблем не было, но не считая того, что я поменял на ней цепь, хотя этого делать не надо было. Клапан VVTi, и там полностью натяжелее всё-всё-всё. Плюс в догонку сразу махнул все 4 стойки, потому что было вытекшие, 2 по диагонали были вытекшие, подвеску перетряхнул, там стойки, стабилизатор, и так далее. Ну, короче, вложил примерно 1100, наверное. За... То есть она у меня 6 лет, эта машина. И вот в сумме за 6 лет, даже 150, наверное, в сумме за всё это время было вложено. И вот примерно 100 из них вот недавно. А скажи, пожалуйста, вот если сейчас положить тебе на стол миллионы рублей, вот ты продал машину, всё, у тебя есть миллион рублей, что бы ты купил? Новый автомобиль? Или если ты пошёл бы на... Если бы я продал perfectly 3 сотку за миллион рублей, я бы, конечно, был самым счастливым человеком. Ну что бы ты пошёл покупать? Ты бы пошёл покупать новый автомобиль? Нет. Или ты пошёл покупать повторичку? Я только... Я человек-бэушка. Вот человек-бэушка, скажи нам, за миллион рублей вот в этом диапазоне, что бы ты себе взял? Ну хотя бы на что бы ты посмотрел? На какие машины? Я стопроцентно знаю, что бы я ее взял. Это либо Lexus AS 250, либо Camry 40, но я бы ее взял 1850 и еще 150 бы оставил, например, на звук от Loud Sound. А вот интересно, ты в машинах разбираешь, то есть тебя вот это сломается, тебя это вообще как бы не пугает, потому что это как бы для тебя не проблема. Что ты посоветаешь людям? Вот у человека есть про миллион рублей. Что ему лучше купить? Новую машину, там, Kia Rio в максималке? Или же все-таки надо идти смотреть? Все зависит от задачи. То есть какая задача стоит перед человеком? Давай. Задача простая стоит. Три года проездить на машине, чтобы она, как говорится, не имела мозги. Чтобы уедешь, заправляешься. Хорошо. Вопрос. Где он живет? Почему? Нужен ли ему кроссовер или это седан? Или это хэтчбек или это универсал? Сколько у него детей и так далее? То есть очень много факторов, которые влияют на ответ. Если мы берем стандартного человека, например, 25 лет, у которого нет семьи, нет детей, есть подруга, и он живет в большом городе, то оптимально брать седан. Потому что кроссовер, это такое, зачастую люди берут ради понтов. Но если у тебя нет дачи, туда не ездишь, если у тебя нет нужды ездить в Ашан и вот такие сумки домой там с подгузниками и так далее возить, то кроссовер тебе не нужен. И, соответственно, нужен седан. А седан, я сказал, за лям. Лучше это Lexus AS250. Ну, как бы я поэтому и говорю, что я бы его себе взял. Второй вариант это Camry 40-ка, либо 50-ка, потому что 50-ки уже за лям можно брать смело. Вот, можно найти. Ты сказал важную установку, ты сказал 3 года без проблем. Каждый из этих автомобилей может проехать 3 года без проблем при условии, что покупается в нормальном состоянии. Хотя эти все автомобили славятся тем, что проезжают большие тысячи километров без поломок и дают комфорт. Но в то же время, если пробег просто нереально гигантский, например, как такси, бывают люди, которые работают на машине, не обязательно в такси, там, например, торговые представители, что-то еще. Вот в такой ситуации я бы рекомендовал брать новый автомобиль, потому что гарантия, потому что так или иначе новый автомобиль имеет большой ресурс. Ну, то есть в современном автомобиле любой минимум 200-250 тысяч километров ходит, вот, прям без каких-либо заморочек, почти всегда. Ну, за редким исключением. 99% имеющих миллион у нас заказывают кроссоверы. То есть уже момент о том, что мы говорим про седан, это 1% из тех, кто заказывает. Большинство, если есть миллион, и больше, всегда берут кроссоверы. А кроссоверы за эти деньги, это стандартные, это Tiguan, CX-5, это Sportage, если человек неадекватный, то ISX, ну, и там Outlander, XL, там полно чего можно взять за эти деньги. И они все неплохие. Новый Mercedes E-шка, там стоит космических денег, там 2,5 миллиона. Можно взять 212-й кузов, который, по сути, тот же самый 213-й, просто чуть-чуть меньше технологий, чуть постарше. И можно взять его, и он будет, ну, как бы в отличном состоянии. Я бы, наверное, так и сделал, если бы меня интересовали немцы. Или BMW F10, вот BMW F10 вообще топчик. Вот ее можно брать. Это бизнес-класс, большой. Например, особенно до рестайлинга на 2,5 моторе, то есть 523-ю, вообще отлично. То есть рядная шестерка, атмосферник, без турбок, без вот этих вот современных слабых мест, так скажем. Вот я бы брал, наверное, такую машину. Когда мы к тебе ехали, в Инстаграме нам писали люди многие, что вот Ильдар заикался про ГБО. Вот скажи, пожалуйста, когда нам ждать развернутый хороший ролик по этой теме? Ой, эта тема такая уже прям больная. Меня столько раз про нее спрашивали. Я просто один раз заикнулся, сказал, что его сниму. Но видео про ГБО – это не быстрое видео. То есть в плане чего его снять довольно сложно, потому что люди спрашивают, хотя бы, ладно, дай ответ. Как ты к нему относишься? И я уже 10 раз встречал. Я отношусь к нему нейтрально. То есть я не положительный и не отрицательный. Но когда я делаю видео, я стараюсь показать и плюсы, и минусы. И более того, зная, что у ГБО уже давным-давно огромное количество поколений, а именно как минимум 5, мы можем рассмотреть разные, на примере разных автомобилей, разных двигателей, разных технологий. И для этого нам надо собрать в одном месте их несколько и сделать видос минут на 40, на час, где всё это детально разложить. Это всё будет примерно ближе к лету. Ну, планируется где-то в июне так вот сниматься, как раз под чемпионат мира. Потому что есть один человечек, который сможет пригнать мне автомобиль очень интересный, и ещё и на газу. То есть это прям топчик будет. Ну, не хочу раскрывать карты. В общем, ждём от тебя. Будет видос ближе к лету, где будет полностью рассказано про газовое оборудование. Плюсы и минусы. Имеет ли смысл ставить или нет. Ильдар, скажи, пожалуйста, сейчас на дворе апрель, наконец-то, в воздухе запахло весной, день становится всё длиннее. Какие у тебя планы на весну? Есть три проекта, которые будут, которые вот сейчас, прямо уже, вот только буквально перед нашей с тобой встречей, мы сейчас делали тестовую съёмку. Ну, она, естественно, никуда не выйдет. Это тестовая съёмка для того, чтобы мы могли смонтировать и посмотрим, что получится. Тестовую съёмку первого проекта, есть ещё два. То есть это будут классные проекты под разных людей. То есть каждый проект под свою аудиторию. Вот так вот. Поэтому в ближайшем будущем, все, кто смотрит, вы разделитесь, скорее всего, на три части. Каждому из вас понравится свой проект. Я думаю, так будет. Ильдар, сейчас очень хорошо китайцы выходят на рынок, если запрыгнуть на YouTube постоянно, где-то кто-то какого-то китайца снимает. Твоё мнение по этому поводу? Очень много проплаченных. Мне писали примерно три раза за последний месяц, вот за предыдущий, за март месяц, с просьбой снять обзор на китайца, обещали заплатить, чтобы я рассказал, какая-то замечательная тачка. Нет, это не работает. И очень интересно видеть, когда кто-то снимает обзор и прямо вот маслом мажет автомобиль, хотя по факту я знаю, что это проплачено. Если взять моё отношение к китайцам, крайне негативное. То есть вообще прямо? Пока нет. В будущем они пока не... Они сейчас примерно добрались, даже чуть-чуть переплюнули в чём-то автоваз, вот в некоторых местах, да? То есть буквально три года назад они были ниже автоваза, ну вот в моём личном рейтинге, это только мой личный имхо рейтинг. Сейчас они добрались до автоваза, если так же продолжатся, то лет через пять они переплюнут автоваз, и тогда их можно будет брать. Сейчас уже есть отдельные модели. Мы, кстати, про это тоже планируем видео. Отдельные модели, которые действительно можно брать. Ну вот можно даже взять, если есть старые, то Great Wall. Great Wall Hover, именно Hover, H3, H5, это действительно неплохие автовазы за свои деньги. То есть это... А вот LeFan X60 это говно. Джили Эмгрэм, что бы там кто ни говорил, что это там Corolla 120-ая, говно. Они, блин, говён её сделали. Вот это Fav V5, я посмотрел, там слёзы с глаз, тащи-тащи, полнейшее говно. То есть 90%, черри амулет, говорить нечего даже, черри тига, вообще всё, что черри. Там всё один мусор. То есть 99% китайцев это говно, но есть редкие автомобили, которые действительно неплохие получились. Потому что они... Я не знаю почему, то есть они удачно зашли. Хотя не назовёшь их хорошими, но своих денег точно стоят. Вот так вот. И если взять отношение к китайцам, то оно резко негативное. Но есть некоторые модели, которые я, скажем так, могу пропустить. Могу сказать, вот это неплохо. Можете брать. В скором времени, наконец-таки, в России появится новая Toyota Camry. И вот что я хочу обсудить. Вот Toyota Camry будет новая, но двигатели, например, первые два, там, 2 литра и 2.5 будут те же самые. Коробка будет та же самая. Вот твоё мнение по поводу вот этого. Смотри. Вот некоторые производители стараются делать новые двигатели, современные, более современные коробки. То есть расход топлива меньше, но постоянно происходят какие-то нарекания, поломки. Как ты считаешь, нужно ли гнаться за технологиями, делать действительно, чтобы расход там падал до 5, до 4 литров? Или же всё-таки вот Toyota, например, там и другие компании, которые оставляют старые двигатели на правильном пути? Вот это тема, которую я затрагивал в обзоре Гольфа 7-го. И я скажу, что в большинстве случаев, когда речь идёт о том, что применяются новые технологии, и это болезненно воспринимается рынком. То есть когда, так скажем, компания обкатывает технологии на нас, на пользователях, на покупателях. В первую очередь это касается Volkswagen. Потому что Volkswagen в большинстве случаев пионер. То есть многие технологии, которые другие бренды запускают через несколько лет, Volkswagen запускает сразу. Они вкладывают гигантские суммы в разработку и тут же выкидывают модель на рынок. И по мере того, как она работает, смотрят, какие бы они нарекания и их устраняют. Довольно, кстати, быстро устраняют. Вот. И это один способ, который в России воспринимается крайне негативным. В первую очередь из-за той же самой коробки DSG-7, которые до сих пор не могут доработать. Хотя она стала намного надёжнее, намного. Но люди всё равно тень от старой падает на ногу. И возьмём тот момент как раз Toyota. Когда Toyota делает... Это очень хитрая тактика на самом деле. Когда выпускается новая модель, но на ней стоит старый силовой агрегат. Это плюс. Я, с одной стороны, считаю, жирный плюс. Потому что человек может получить автомобиль новый, но не сырой. Потому что основные всё-таки узлы агрегата – это двигатель коробка, слабые, подверженные поломкам. Потому что кузов редко. Ну, там бывает, да, на 50-х, на 1-х целей капот. Но это такой просчёт мелкий. А вот именно серьёзный просчёт в двигателе коробки – они сначала выпускают новую модель со старым двигателем КПП, на этом обкатывают. Люди уже покупают модель, она им нравится, она выглядит современным, всё-всё-всё, но без поломок. За это время они новый силовой агрегат, они тем самым берут тайм-аунт и успевают обкатать. Toyota вот очень... У них есть одна технология такая, внутренняя. Примерно 5 лет они обкатывают технологию, прежде чем выпустить её на рынок. И поэтому Toyota вне конкуренции. Никто так не делает. В большинстве случаев они делают... Ну, производители делают быструю обкатку. То есть год, два, три. А здесь прям 5 лет. И поэтому Toyota по сей день лучше. Вот кто бы что ни говорил, Toyota самый надёжный, самый лучший бренд, который есть. Там и ходят легенды про ненадёжность двухсоток. Кстати, у нас будет скоро видос про двухсотку. Про двигатели, да? Словые моторы, да. На самом деле процент очень низкий по ломоку. Ну, заводской брак. Да. Но опять даже заводской брак. Заводской брак, который в 100% измеряется 5-7%. Просто эта тема так раздута. Ну, то есть благодаря интернету. Что всем кажется, что эти машины сыпятся все подряд. Но этого нет. Просто примерно 97% ездит без проблем, а 3% ломается. Но эти 3% гремят на весь интернет так, что люди прям переживают начинают. А Volkswagen наоборот. И получается, что и та, и та тема имеет место быть. Потому что, например, на Volkswagen, возьмём, если современные моторы, Я-211, это вообще топ. Потому что расход можно получить 4-5 литров, при этом 140 кобыл, 250 ньютонов крутящего момента. То есть у тебя машина едет до сотни за 8 секунд, а жрёт 4-5 литров. Это же супер топ. Ну, конечно. Да, но тем самым мы приходим к одноразовости. Потому что они не ремонтопригодны. Минимально ремонтопригодны. И в России у многих от этого бомбит. Потому что Россия, по-хорошему, не самая богатая страна. И не каждый может себе позволить ремонтировать дорого автомобиля. Так как, например, двигатель не ремонтируется, в большинстве случаев, а меняется. То есть приехал мотор, 60-70 тысяч, надо ставить другой. А люди не могут себе позволить, поэтому они ненавидят за это автомобили. Но они не понимают, что этот автомобиль, по сути, делается для первого, ну, второго владельца. А если вы третий, то, извините, вы хапнете горе с ним. А вот первый и второй экономили деньги на бензине, ну, ездили, получали хорошую динамику и не получали поломок. Ильдар, вот ты, как человек грамотный в автомобилях, вот скажи нам, людям, как все-таки лучше всего защитить автомобиль. Первые кричают то, что каска, делай, ни о чем не думай. Вторые говорят то, что есть афорские сигнализации, но есть люди на Ютубе, которые показывают, как все это скрывают за две минуты. Вот твое мнение по этому поводу. Как машину все-таки лучше всего защитить? Хранить на подземном паркинге. А если нет подземного паркинга? Вот живу я в доме, на улице стоит машина. Как установщик допа, я могу сказать, что любую, абсолютно любую сигнализацию можно вскрыть и даже в самом худшем случае утащить автомобиль. Просто утащить его, заглушить любой GSM-передатчик, любую метку, все что угодно, и утащить его. Короче, так просто не защититься. Лучше всего, если автомобиль новый или очень свежий, действительно делать каска. Вот я бы, наверное, делал так. Раньше бы я, наверное, не стал делать каска, потому что это считалось бы мной потерей денег. И я бы, наверное, искал ближайшую стоянку, как я раньше и делал. Хотя я не думал, что моя восьмерка, потом четырка или там Авенси-122 был кому-то нужен. Но я все равно старался... У нас там магнитолы дергали и так далее. Я старался найти платную парковку, хотя национально платные парковки в большинстве ни за что не отвечают, но хотя бы создается эффект защищенности. То сейчас, если бы я, например, брал двух-трех годовую автомобиль, я бы сто процентов делал каску. Потому что это надежно. В завершение нашего интервью с тобой многие интересуются, как все-таки у тебя личная жизнь обстоит. Почему-то людей волнуют дети, жена, сколько чего, если нет, когда будут. Расскажи, пожалуйста. Я никогда не был жена. Нет детей ни на стороне, нигде никогда не было. Во-первых, у меня очень скверный характер. У меня долго никогда не бывает отношений, к сожалению. Это такая вещь. Это одна из причин, почему у меня, наверное, нет жены. Хотя в 20 лет я был уверен, у меня прям была любовь, морковь, все такое. И тогда мне батя сказал, он очень юный, у меня человек. Он сказал, куда ты торопишься, ты, блин, сам с голой жопой, ты сейчас, блин, будешь жениться. Если бы, я думаю, я женился в 20 лет, ну, не послушал бы его и женился в 20 лет, а это было настолько близко прям, что вот-вот уже, да, то, наверное, никакого Эльдара, что подбор, ничего бы вообще не было. Я бы сейчас жил в Нурлате и работал бы где-нибудь в нефтянке. С утра до вечера пахал бы, наверное, там, на вышке какой-нибудь буровой вкалывал и приехал. В общем, пока-то у нас свободный парень. Нет, ну, как бы, относительно. У меня есть подруга и у нас все хорошо, но ей очень тяжело живется. К сожалению. Девчонки, если кто-то смотрит канал Эльдара и смотрит на него не просто как на видеообзорчика, имейте в виду. Имейте в виду, что лучше не надо. И подберегите свои нервы и здоровье, пожалуйста. Эльдар, спасибо тебе огромное за это откровенное и честное интервью. Друзья, у нас был Эльдар Автоподбор на канале, который уже практически один миллион подписчиков регулярного смотрю, чего и вам советую. Все ссылки на его канал будут в описании, поэтому переходите, знакомьтесь. Друзья, ну вот таким получилось интервью. Надеюсь, вам было интересно и вы немножко узнали нового об Эльдаре. Человек, на самом деле, позитивный, открытый. Очень приятно, что ему стоило написать привет, дашь интервью. И он сказал, да почему нет, будет свободное время, заезжайте. Парень действительно очень много работает, тратит большое количество времени. Но у нас все получилось, мы приехали, пообщались, поэтому переходите в комментарии, высказывайте ваше мнение, давайте советы, кого снять в следующий раз. Не забывайте подписываться на инстаграм-канал, там выходят всегда только свежие новости. У нас на этом все, всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok